приветствую вас дорогие друзья решила просто включиться немножко с вами поболтать здесь у меня вот лежат две красавицы мама и дочечка остальные где-то тоже наверное спят потому что тихо не слышно топота значит где-то отдыхают за окном у нас идет дождь сегодня крещение с чем я вас и поздравляю я уже сходила почистила снег можно сказать мокрый снег и я бы так сказала снег с водой потому что дождь идет и вот сегодня дождь вчера вчера был жуткий жуткий ветер и намело метель была неимоверная метель прям такой мелкий мелкий снег прямо я бы сказала руга такая с очень сильным ветром я боялась что оборвет где-то провода и не будет цвета но слава богу тьфу тьфу свет во всяком случае у нас есть но в городе видимо не у всех есть свет потому что я звонила уже не первый раз звоню обрываю телефоны у нас с 10 января нет уличного освещения это очень некомфортно неудобно когда стоит темень и вообще такого никогда не было до выключали бывало там на день на два ну чтобы вот так на 10 дней у нас еще такого не было и ничем не кончилось никакого результата от моих звонков в общем звоню в леска или как это россети там диспетчер принимает говорит что это не наша забота это надо вам звонить в администрацию и там решать этот вопрос администрация должна сделать заявку и оплатить вот в россети выйти и тогда они значит приедут и сделают звоню в администрацию администрация опять футболит на какого-то там киреева у которого по словам администрации нет телефона они оказываются с ним общаются через электронную почту ну бред конечно сивой кобылой все это неправда видимо есть какая-то договоренность чтобы не давать телефоны ну чтобы концы в воду вот и администрация говорит что типа заявку сделали даже две заявки уже сделали но киреев вот типа так такой нехороший ничего не делает звоню опять диспетчеру ну в общем по кругу ходьба по кругу звонила диспетчеру диспетчер значит опять говорю уже дайте мне телефон киреева потому что вот ну рассказываю всю эту ситуацию в администрации сказали что заявка есть а киреев не делает в диспетчерской дали мне телефон этого киреева забыла как его зовут отчество михалыч помню ну я там записывала ну короче короче неважно но телефон киреева молчит и вот уже сегодня наверное 10 дней у нас улица тьма кромешная причем я звонила два дня назад очень сильно посмеялась из рост сетей ну там робот отвечал и из рост сетей сетей мне пришла эсэмэска что ваша заявка принято и свет включат а я сейчас вам даже найду эту эсэмэску ради интереса вот смотрите зарегистрировано отключение планируемое время устранения 15 января в 21 50 надо же даже не в 22 часа а в 21 50 какая точность ну а вот все но не там естественно никто ничего не делал друзья я не знаю как вы но я все таки верю в то время когда народ все таки будет ну хозяином так скажем чтобы наши власти понимали что они живут за счет народа что они слуги у народа они народ у них очень надеюсь что такое время наступит вот а еще вам хочу рассказать ну так скажем я думаю что это мошенники сейчас вообще я много смотрю каналов там звонят мошенники на телефон или там еще мне нравится очень канал один процент доверие там мужчина вадим его зовут очень приятный голос очень правильная речь и я смотрю этот канал с удовольствием посмотрите кому интересно и вообще способы мошенничества усиливаются видимо у них там плохие дела в основном как я понимаю это идет с незалежной в основном из днепра там у них это кубло колл-центров вот не попадайтесь на такие случаи запомните что никогда не звонят из службы безопасности там сбербанка или из полиции там капитан полиции петренко и так далее никогда сейчас они звонят из портала госуслуг высылают вам этот код и просят вас сказать эти данные типа для восстановления вашего личного кабинета скажите значит эти четыре цифры из sms и как они апеллируют там же в sms люди которые внимательно те читают что там написано что никому не сообщать так вот они говорят что типа третьим лицам не сообщать вы первое лицо я второе значит не третье поэтому мне вы можете сообщить ой абсурд так что друзья не попадайтесь и вот сколько этих видео очень очень много и все равно люди попадаются люди берут кредиты остаются без квартир и так далее запомните что банки никогда не звонят тем более центральный российский наш банк никому он вообще с физическими лицами не работает если вам говорят звонят из полиции вы можете сходить в свое отделение полиции узнать или позвонить или сказать что только через повестку лёшик звонил прервалась я на минутку не отключила звук забыла так вот в полицию просите чтобы вам выслали повестку и по почте и только тогда вы будете общаться сейчас очень много еще разводов через всякие магазины фейковые где вам предлагаю даже индивидуальный папа шифтом какого-то изделия берут с вас предоплату причем они создают сайт зеркала да очень похожи там на действующий сайт да и и вы сразу не определите вроде бы то вот на слуху знакомый бренд там и название сайта вроде то такое но там бывает либо точка либо какая-то буква на которую вы внимание не обратите и попадете на деньги никаких вот таких предоплат а я вам сейчас включу запись разговора мне очень часто звонят с компанией ростелеком у меня интернет от этой компании и в общем я пока точно не понимаю в чем смысл этого развода и этих звонков я думаю что собирается база данных о человеке понимаете никакую услугу они не окажут то что они там обещают там копеечные оплаты абонентская плата за интернет и так далее они просто соберут ваши данные я так поняла или вышлют вам какую-то вирусную ссылку по которой вы переходите и это как фишинг такой то есть все ваши пароли из телефона если есть конечно личные кабинеты там от сбербанка куда вы заходите часто или может быть от других банков и все это при помощи вот этой ссылки вот это машня видит это я так думаю но я вам сейчас включу запись разговора на диктофон вот буквально вчера мне звонила некая софия из компании ростелеком и послушайте этот разговор вот сейчас я меня зовут софия я представляю интересы компании ростелеком можете говорить буквально минуту дело в том что сейчас компания ростелеком подготовили вас мега скидки до 50 процентов на все услуги особенно выгодно можно подключить домашний интернет телевидение и мобильную связь всего лишь за 370 рублей то есть каждому дарим онлайн-театр и и сразу хотел уточнить у вас какой город а как это вы звоните с ростелеком а не знаете мою фамилию ни отчество ни город ни адрес ничего объясните мне а посмотрите город пожалуйста вы робот ну да что касается города вы где проживаете я с роботами не хочу дело иметь представляете и вот таких звонков я сейчас не буду рыться но там по осени мужской голос робота вот женский в данном случае голос робота они звонят и собирают данные то есть это даже не люди это боты их еще называют ну в общем это роботы одним словом так что вот до чего дошел уже искусственный интеллект что с нами разговаривают роботы очень часто мне звонят с ростелеком а то предлагают какую-то значит программу касперского вы по поставите и и значит это на свой компьютер там льготное время бесплатная месяц или три я не помню сколько значит почистите а потом можете удалить ну в общем такой такая заманиловка такой крючочек чтобы вы клюнули и причем она когда говорила это вот в другом разговоре уж не буду его искать у меня там много записи разговора вот значит ну что ссылку высылать понимаете и скорее всего это вредноносная ссылка по которой ну вообще никогда нельзя переходить поэтому будьте внимательны теперь что хочу сказать еще по поводу последнего видео мое моего где я рассказывала о дистилляторе воды китфорд который лёшик мне подарил и много не много несколько комментариев вот буквально пришел один сегодня что лена вы наверное читали информацию о том что нельзя пить дистиллированную воду постоянно она вымывает все нужно и не нужно из организма и будьте осторожны вот недаром у вас чайник тоже очистился друзья я никого не агитирую делать так как я это ваше дело но под этим роликом я оставлю ссылку на ролик виталия островского есть такой канал виталий островский я любительница тоже не постоянно но если мне что-то надо какой-то вопрос возникает я набираю там в поиске что мне надо и добавляю виталий островский и захожу на его канал канал большой миллионник или два миллиона там уже я уже не помню мужчина очень умный и толковые и единственное что хочу сказать что почему так не очень много информации по поводу дистиллированной воды потому что я думаю что здоровые люди никому не нужны что фарма наша это так скажем бизнес и чем больше вы ходите в аптеку и к врачам тем выгодно этой системе поэтому думайте сами решайте сами я единственное что хочу сказать да это мертвая вода но это чистая вода я не уверена что в воде которая которую вы пропускаете даже через фильтр там ну что-то полезное есть просто даже наберите в интернете пользу дистиллированной воды и вы увидите ответ на свой вопрос ну и еще по ощущениям я уже говорила в том прошлом видео что я не пью таблетки от головной боли уже скоро будет месяц вот 27 числа будет месяц как я не пью вообще таблетки от головной боли хотя повторюсь за окном то снег то дождь то мороз вот эти я вообще метеозависимый человек стала очень сильно погода влияет на мою голову так скажем и без таблеток бы я точно не обошлась вот сейчас я встану у нас на улице вот теперь снег дождь вот все тает а завтра уже мороз и и вчера тоже было плюс минус 3 вернее а ночью было минус 22 вот так вот прошлой ночи не это что еще хочу сказать сегодня он видите там дорожка я чуть-чуть почистила как могла идет сосед иван лена я приду почищу я говорю ваня не надо как-нибудь почищу сама там лёшик приезжает на днях да и тает все вот я просто соседях которые придут помогут посочувствуют посоветуют вот такие соседи меня тоже есть сейчас что-то разговаривала с вами про дистиллированную воду и вспомнила что у меня есть активатор воды вот здесь мертвая вода там живая вода я как-то уже рассказывала о этом активаторе но это было давно еще и тогда жила в москве наверное лет пять-четыре точно года назад вот сейчас называется он его 2 сейчас я и из дистиллированной воды так скажем очищенной но мертвая сделаю живую воду просто пропущу дистиллированную чистейшую воду через этот активатор воды попробую еще так а вообще можно купить шунгет кремний продаются в аптеке вот положить в банку с дистиллированной водой и у вас будет минеральная вода вот можно еще сделать и так это вот лежит у меня посмотрите сейчас я переверну это вот из котла теплообменник который сгнил я думаю что он сгнил именно от этой некачественной воды вчера поставили уже теперь есть горячая вода у нас вот вам покажу вот как сгнил теплообменник в котле из-за такой жесткой воды еще раз повторю друзья никого не агитирую не собираюсь как говорится быть крайней это ваше здоровье ваши мысли ваша информация которой вы владеете вот почитайте узнайте и решите надо вам это или не надо вот такой календарик в этом году вот такая картина у нас появилась вообще говорят этот год кармы что мы делали последние семь лет и хорошее и плохое все мы получим в этом году вот моя тетрадочка здесь вот я сергей михалович его зовут это я звонила по поводу решала вопрос по поводу уличного освещения вот ну что друзья немножко поболтала поговорила с вами напишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу какую воду вы пьете а я с вами буду прощаться на этом всех обнимаю всех люблю до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока